Всем привет! Не так давно на нашем канале вышло видео о самых больших птицах на планете. И сегодня мы продолжаем и поговорим о самых больших хищных птицах. Хищные птицы – это пернатые, которые охотятся и едят других животных. И для этого у них есть всё необходимое – превосходное зрение, мощный кучковатый клюв и большие острые когти. Теоретически, самая большая хищная птица может убить даже человека. Но если такое и случалось, то очень и очень редко. Клинохвостый орёл. И это один из крупнейших орлов нашей планеты. Достигает он более 1 метра в длину, а размах крыльев – 230 сантиметров. Самки крупнее самцов. В среднем они весят по 4,2 килограмма, а иногда и больше 5 килограмм. Самцы, как правило, легче – около 3,2 килограмм. Хотя они могут достигать 4 килограмма. Встречаются эти птицы в Австралии, на Тасмании и на юге Новой Гвинеи. Обитают как на равнинах, так и в горах. Оперение взрослого орла окрашено в чёрно-коричневые тона, а у птенцов оно обычно цвета ржавчины. Подобно всем хищным птицам, клинохвостые орлы питаются мясом. Причём с удовольствием поедают как и собственную добычу, так и трупы погибших животных. У этих птиц превосходное зрение, и охотятся они при свете дня, нападая на стада сумчатых животных, диких кроликов и мелких птиц. Как правило, клинохвостые орлы выбирают ослабленных животных, либо детёнышей, неизменно прибегая к одной и той же тактике. Орёл с предельной точностью пикирует на свою жертву, хватает её когтями и молниеносным движением ломает ей шею. Боевой орёл Великолепная хищная птица, живущая на открытых пространствах Африки, южнее пустыни Сахары. Несмотря на то, что его единственным врагом является человек, за последние годы наблюдается постоянное снижение численности боевого орла. На него охотятся, как только он приближается к людским поселениям, так как многие фермеры боятся за своих животных. Самки боевых орлов несколько крупнее и тяжелее самцов, величина которых составляет в среднем лишь 75% величины самок. Длина тела боевого орла колеблется от 80 до 96 см. Размах крыльев может достигать 227 см. Вес – до 6 кг. В рацион питания входят самые разнообразные птицы. Это цапли, аисты, дрофа, молодые страусы, водоплавающие пернатые. Из млекопитающих можно назвать зайцев, мангустов, бурундуков, крыс, лис, павианов, молодых антилоп. В когти грозного хищника может попасть любая добыча, весом до 35 кг. Белоголовый орлан Характеризует образ мощи и превосходства, свободы и величия. Эта хищная птица Северной Америки является одним из национальных символов США и принадлежит к семейству ястребиных. Головы этих королевских птиц, судя по названию, покрыты белыми перьями, а остальное тело – шоколадно-коричневые, а ноги и клюв птицы – ярко-желтые. Орланы быстро летают и могут достигать скорости 56 км в час в обычном темпе, но при погоне за добычей могут лететь со скоростью 120-160 км в час. Птицы охотятся сообща. Один орлан пугает жертву, а другой хватает ее острыми длинными когтями. Любимой пищей белоголовых орланов является рыба, но они часто питаются другими птицами, например, утками, а также андаторами и иногда черепахами. Они также не прочь полакомиться падалью и могут отобрать добычу у других хищных птиц. Острый клюв орлана помогает ему легко разрывать добычу на части. Общая длина птицы колеблется от 70 до 120 см. Размах крыльев достигает 230 см. Масса может доходить до 6,5 кг. Беркут Одна из самых известных и наиболее широко распространенных хищных птиц в Северном полушарии. Беркут является крупным пернатым хищником, размах крыльев которого достигает 235 см. Эта птица удивительно вынослива. Часами она парит над землей в поднимающихся снизу потоках теплого воздуха, высматривая добычу. Для охоты предпочитает широкие открытые пространства для лучшего обзора. В погоне за жертвой развивает фантастическую скорость до 320 км в час. Беркут – самое почитаемое из всех хищных пернатых. Издревле он исполнял роль ловчей птицы. Так называемые орлиные охоты не обходились без представителей этого вида. Природа наградила беркута сильным мускулистым телом, ростом до 90 см и массой у самцов 3-5 кг. Самка намного тяжелее – до 7 кг. Главное оружие хищника – мощный орлиный клюв, загнутый книзу и крепкие сильные когти. Перья на зашейке у беркута намного длиннее других перьев. Крылья сильные, длинные и мощные. Хвост беркута более закруглен, чем у остальных орлов. Характерная особенность – хвостовые перья в полете раскрываются широким веером. Южноамериканская агарпия является крупнейшим и наиболее мощным хищником, обитающим на территории Северной и Южной Америки и одним из крупнейших видов орлов в мире. Ее когти напоминают остро наточенные кинжалы длиной 13 см. Такое средство нападения дает возможность охотиться и на крупных животных, опоссумов и ленивцев. Большие птицы также становятся ее добычей – попугаи ара и туканы. Зрения у гарпии превосходные. Она может различить монетку на расстоянии 200 метров. В дикой природе взрослые самки могут весить до 10 кг, тогда как вес самцов в среднем составляет от 4 до 5 кг. Птица может жить в дикой природе от 20 до 35 лет. Южноамериканская гарпия – один из самых больших орлов на Земле. Ее длина достигает 105 см, а размах крыльев – около 230 см. Белоголовый сип – хищная птица, семейство истребиных, рода грифов. Они живут в южной части Европы, Северной Африки и на Кавказе. В России встречается очень редко, и поэтому занесен в Национальную красную книгу. Белоголовый сип – один из самых крупных грифов Старого Света. Его рост составляет от 93 до 110 см. Весят эти птицы от 6 до 12 кг. Особо крупные особи имеют массу тела до 15 кг. Самцы чуть больше самок, но в остальном особи обоих полов выглядят одинаково. Как и большинство грифов, белоголовый сип сложен довольно массивно, обладает длинной тонкой шеей и непропорционально маленькой приплюснутой головой. Хвост птицы относительно короткий, лопатообразный, крылья очень длинные, со смахом до 280 см. Белоголовый сип – абсолютный падальщик. В отличие от грифов Нового Света, белоголовый сип и его ближайшие родственники находят свой корм с помощью острого зрения, а не обоняния. Групповая солидарность не позволяет птицам оставаться голодными. Когда один хищник стремительно пикирует вниз, это служит другим членам группы сигналом, что пища найдена. Чёрный гриф Это крупная хищная птица, обитающая на большой территории Евразии. Чёрные грифы являются одними из самых крупных в птичьем мире. Длина тела взрослой особи нередко превышает 1 метра, а размах крыльев может достигать 3 метров. Вес колеблется от 7 до 12 килограмм. Клюв у чёрного грифа, как и полагается сервятнику, мощный, острый и довольно большой. Он позволяет птице с лёгкостью расправляться с любой добычей. Когти острые, но небольшие и относительно слабые, что не характерно для всех остальных представителей семейства истребиных. С другой стороны, мощные когти падальщику не нужны. С основной задачей – удерживанием пищи во время трапезы они справляются, а большего и не нужно. Эти птицы в поисках пищи ежедневно патрулируют огромные территории, отдаляясь от гнезда на 300-400 километров. В полёте часто парят, умело используя поднимающийся вверх потоки тёплого воздуха. Антский кондор Самая большая хищная птица в мире. Эти птицы имеют крепкое телосложение, с не совсем пропорциональной к нему головой маленьких размеров. Голова держится на длине без оперения шеи. Кондоры имеют яркое характерное оперение. Их тело покрыто чёрными перьями. На шее имеются перья белого цвета. Они же присутствуют и на кончиках крыльев. Голова у самцов увенчана гребнем. Мощный клюв служит оружием и своеобразным разделочным ножом. Лапы к боям не приспособлены и выполняют исключительно двигательную функцию. Кондор – падальщик. Питается скотом, оленями и козами. Иногда разоряет гнезда других птиц, оставаясь безнаказанным. Следует отметить, что кондор – настоящий обжора. Нередки случаи, когда из-за большого количества съеденной пищи птица не может взлететь. Селятся они высоко в горах. Очень редко их можно встретить на равнинах и в саваннах. Место обитания – Южная Америка и Анды. Эти птицы могут достигать длины более 1 метра, при этом имея массу до 15 килограмм. А максимальный размах крыльев составляет 3,3 метра. На этом все. Все эти птицы действительно внушают уважение. Какая из них вам понравилась больше всего? Напишите об этом в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересного. И включайте оповещение с помощью этого колокольчика, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok